Наган против Массина, как плели интриги вокруг русской трехлинейки. История, военные технологии 14 апреля 1559 Наган против Массина, как плели интриги вокруг русской трехлинейки Создателю знаменитой винтовки заплатили премию в 30 тысяч, а бельгийцу перепало 200 тысяч рубль. Валерий Бурц, комментариев просмотров 2946 На фото, хранитель фонда оружия Государственного центрального музея современной истории России Роман Шепарев демонстрирует трехлинейную винтовку, сконструированную Сергеем Масиным. Фото, Юрий Машков, ТАСС Если и существует какое-то оружие, имеющее наибольшие заслуги в победе над нацистской Германией, то это, скорее всего, винтовка Массина Нагана с продольной скользящим поворотным затвором. Советский Союз производил это оружие в колоссальных количествах. Его до сих пор можно найти, и оно намного дешевле своих современников. Но еще больше поражает то, что базовая конструкция винтовки сохранилась на протяжении ста с лишним лет без изменений. До сих пор повстанцы воюют с винтовкой Массина Нагана во многих конфликтах от Украины до Ближнего Востока, используя ее наряду с гораздо более современным оружием. И для этого есть немало причин. Это простота и надежность винтовки, а также принцип конструкции, который сводится к следующему. Если не сломалось, не ремонтируй. Бородатые партизаны завалили легенду Америки. Бомбардировщик В-52. Стратосферная крепость рухнула в горах Афганистана. В 1878 году оружейный отдел артиллерийского комитета признал необходимым начать работы по испытанию магазинных винтовок, тем более, что во многих зарубежных армиях завершилось перевооружение. За плечами же русских солдат по-прежнему висела однозарядная берданка, детище американца Харриема Бердана. Когда-то эта винтовка была к месту, но ее время неумолимо подходило к концу. Да и каково всякий раз в полубое, когда каждая секунда дорога, передергивать затвор. Именно мгновение часто не хватало солдатам. Тем не менее, в России находились люди, считавшие, что магазины и винтовки не нужны. Причем, среди ретроградов были известные военные. В частности, военный министр Петр Ванновский говорил, запад нам не указ, мы с однозарядными сильнее. Солдат мучим, стреляя редко, да метко. Крупнейший военный теоретик империи, генерал-адъютант Михаил Драгомиров считал, что технические новшества не только не нужны, но и вредны, ибо солдатский дух от них падает. Говорил с усмешкой. Народился новый военный призрак в Европе. Магазинные ружья. Франция, Австрия, Германия и Италия приняли, не принять ли нам? По логике Панурга-Васта да их принять следует, ибо если приняла Европа, как где не принять нам? Драгомиров выступал и против скорострельной артиллерии, пулеметов. Он считал, что первейшая забота всякого начальника в огневой период боя это сбережение резервов к периоду свалки. То есть, армия должна была сойтись с неприятелем и смести его штыковой атакой. О потерях Драгомиров даже не думал. Вот такие военные специалисты были в любезном отечестве. Вопрос о перевооружении русской армии обсуждался еще несколько лет, но дело не двигалось с места. Наконец, в 1883 году была создана особая комиссия для испытания магазинных ружей. В нее вошли видные российские оружейники. Среди них был 33-летний штабс-капитан Сергей Масин, возглавлявший инструментальную мастерскую Тульского оружейного завода. Перед членами комиссии, которую возглавил генерал-майор от артиллерии Николай Чагин, стояла сложнейшая задача выбрать из множества качественных, привлекательных на вид конкурсных вариантов самый оптимальный. Специалисты просмотрели более полутора сотен образцов. Среди них были винтовки известных оружейников американца Оливера Винчестера, австрийцев Фердинанда Фрувирта и его тезки Мандлехера, француза Базилия Гра, немца Пауля Маузера, бельгийца Леона Нагана. На конкурс были представлены системы отечественных оружейников – Квашневского, Молкова, Вараксина, Игнатовича, офицеров русской армии Вельтищева, Тенера, Вица, Лутковского, Христича. Принял участие в отборе Масин. Стоит заметить, что особая комиссия для испытания магазинных ружей работала несколько лет, но никаких кардинальных решений так и не вынесла. И лишь 1889 году специалисты объявили, что лучшее, по мнению, изделие от рехлинии на пятизарядной винтовка калибра 7,62 мм, представленное Масином и 8-мм, привезенное Наганом. В то время собрание оружейников получило новое название – Комиссия по выработке малокалиберного оружия. Большинство солдат и офицеров, проводивших долгие испытания, хвалили оба варианта. Но предпочтение все же отдавали винтовке Нагану. Оба почечные ружья образца иностранца Нагана и капитана Масина действовали на опытах все время вообще удовлетворительно. И в этом отношении трудно было бы отдать положительное предпочтение одной системе перед другой, говорилось в заключении комиссии. Но во время голосования модель Нагана получила перевес 14 против 10. Однако решающим оказались мнения инспектора оружейных и патронных заводов Василия Бестужева Рюмина и профессора Михайловской артиллерийской академии Владимира Чебышева. Первый в своем заключении отмечал, что винтовка Масина проще и дешевле в изготовлении, и производство ее можно наладить гораздо быстрее. Чебышев вообще счел, что модель русского оружейника по всем статьям превосходит изделия конкурента. Я не могу согласиться с заключением большинства экспертов, что обе испытанные системы одинаково хороши, это очевидно уже хотя бы потому, что система Масина имеет громадные преимущества перед системой Нагана. Комиссия указала на ряд мелких недочитов, которые требовалось устранить. Это сделал Масин при содействии своего коллеги, штабс-капитана Анатолия Залюбовского, который также трудился на Тульском оружейном заводе. В итоге две винтовки были переделаны под обоймы Нагана, а одна под обойму Масина. Эти экземпляры также подверглись испытаниям, которые прошли успешно. Залюбовский оставил воспоминания о том времени. Он, в частности, писал «Я живо помню это время горячечной работы, когда все помыслы были направлены только к тому, как получше и побыстрее перещеголять нам иностранцев и дать что-либо свое, русское, и на заводе, и дома, и за едой только и было разговоров, что о новом образце, о преимуществах того или иного способа устройства». В апреле 1891 года Ванновский представил Александру Третьему доклад об утверждении образца почечного трехлинейного оружия, предложенного капитаном Масиным. Император Высочайший Павелец изволил именовать винтовку эту трехлинейную винтовкой образца 1891 года. И повелел принять ее на вооружение русской армии. Производство винтовки Масина началось в следующем, 1892 году в Туле, Ижевске, Сестрорецке. Но почему в названии винтовки отсутствовала фамилия его создателя? Неужели коварный царь ее вычеркнул? Вовсе нет. В упомянутом докладе военного министра говорилось, что в новом образце имеются части, предложенные полковником Роговцевым, комиссией генерал-лейтенанта Чагина, капитаном Масином и оружейником Наганом. Так что целесообразно дать выработанному образцу наименование русская трилинейная винтовка образца 1891 год. Без сомнения, главную работу выполнил русский оружейник. Да и сам Масин утверждал, что все главные части и механизмы винтовки разработаны им, и они определяют всю систему в целом. И ему по праву принадлежала слава создателя трехлинейки. Тем не менее, были учтены правдивые или надуманные претензии Нагана. А он был господином известным, влиятельным, мог устроить оглушительный, мировой скандал. И поныне за рубежом, отдавая должное русскому оружейнику, его детище называют Масин. Но чаще Масин. Может, это несправедливо, но никуда от этого клеема не деться. Не умеем мы защищать свои изобретения. Это многократно доказывало жизнь. Право на выпуск винтовки Масина хотели купить американцы к подобным предложениям. К конструктору обращался военный атташ из США в России Генри Аллен. Милостивый государь. Вам, без сомнения, известно, что наше правительство занято в настоящее время выбором оружия. Если бы вы могли послать в Америку образец вашего оружия, то это могло бы оказаться очень выгодным обоим, вам и нашему правительству. Если на ваше оружие еще не получено прав в Соединенных Штатах, то, естественно, прежде всего, это нужно сделать, чтобы оградить ваши интересы. Но конструктор даже не удостоил американца ответом. Он был русским человеком в высоком смысле этого слова, настоящим патриотом Родины. Немного об этом незарядном человеке. Дед Сергея Масина Игнатий Масин, воевал в Отечественную войну 1812 года с французами и погиб в одном из сражений. Военным был и отец Иван Масин. Он, унтер-офицер лейб-гвардии кавалерийского полка, сражался с турками. За храбрость его удостоили ордена Святого Георгия. Уроженец села Рамонь Воронежской губернии Сергей Масин родился 14 апреля, по новому стилю, 1849 года. Он пошел по стопам предков, окончил Воронежско-Михайловский кадетский корпус, затем Михайловскую артиллерийскую академию. Он получил чин штабс-капитана и был командирован на Тульский оружейный завод. Масин был вдумчивым, творческим человеком. Сослуживцы считали Масина сухарем ничего, кроме работы для него не существовало. Если надо было сделать срочную работу, он жертвовал всем временем, сном, едой. Придет Сергей Иванович к нам, положит на стол рисунок, на котором уже поставлены размеры, сообразованные с сопряженными деталями, и мы вычерчиваем рисунок на ватмане, вспоминал чертежник Иван Пастухов, работавший с Масином. Каждая часть винтовки, каждая деталь проходила долгий путь. Когда Сергей Иванович получил наградные, он обошел всех своих помощников и с каждым поделился. Подарил он и мне 25 рублей. В те времена завод на такую награду никогда не расщедривался. Точка Масин страшно обиделся, что в названии его детища отсутствовало его же имя. Моя винтовка принята на вооружение, но 200 вопросительный знак 000 рублей выдана конкуренту только за его обойму к моему магазину, а мне только 30 вопросительный знак 000 рублей за проект и построение всего ружья, которому даже не дано название его изобретателя, писал он военному министру Алексею Куропаткину, сменившему Вановского. Су-35 против F-22. Русскому пилоту надо продержаться 2 минуты. Американский хищник уступил в воздушном бою. Рафаил. Какие шансы у него в схватке с Сумшкой? Трехлинейка дебютировала во время русско-японской войны. Ее Российская империя позорно проиграла, но поражение могло быть еще более тяжелым, если бы русская армия не получила к этому времени винтовок Массина. Потом было множество других войн. Первая мировая, гражданская, великая отечественная и везде оружие показывало себя с наилучшей стороны. Массин был повышен в чинах. Сначала стал полковником, затем генерал-майором, удостоился нескольких орденов, был награжден высшей наградой русской армии Михайловской премией. Увы, жизнь этого славного человека была недолгой. Сергей Иванович ушел из жизни, когда ему было всего 52-го года. Только в 1930 году, когда трехлинейка была модернизирована, она получила имя своего создателя. Новый образец стал называться трехлинейная винтовка Массина образца 1891-1930 ГГ. Выпуск винтовки Массина был прекращен в Советском Союзе в 1947 году. Но она еще долго служила воинам отдельных армейских частей. Возможно, и сегодня в какой-нибудь российской глухомане «Часовой» или «Сторож» несет свою вахту со старенькой трехлинейкой. Винтовка надежная, не подведет. Военные новости. Минобороны РФ получат 150 тысяч новых автоматов Калашникова. Военные технологии. Бородатые партизаны завалили легенду Америки. Бомбардировщик В-52.